Ношение масок в транспорте продолжает быть обязательным. С октября 2021 года представители контролирующих ведомств и спецслужб проводят ежедневные рейды по проверке соблюдения масочного режима. Подробнее об этом в следующем сюжете. Число антимасочников с начала рейдов значительно уменьшилось. Жители Верхневолжья начали ответственно подходить к вопросу масочного режима. На момент запуска рейдов с полицией в конце октября средствами индивидуальной защиты пользовались лишь порядка 40% пассажиров. На сегодняшний день маски в автобусах используют 75%. Всего было составлено 600 административных протоколов. Из них 63 были составлены повторно. Рейды проводятся с октября. Запланированы они до февраля включительно. Мы можем констатировать, что ситуация меняется. Повторных нарушений становится меньше, но все равно они остаются. В общественном транспорте усиливаются меры по обеспечению безопасности пассажиров. Все автобусы регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами в течение дня. Дезинфекции подлежат все поверхности, с которыми контактируют пассажиры. Также на мониторах во всех автобусах транспорта Верхневожья транслируются видеоролики о безопасности и необходимости ношения масок. А на самих транспортных средствах размещены стикеры. За отсутствие маски в общественном транспорте предусмотрен штраф в 1000 рублей. За повторное нарушение от 15 тысяч рублей. Главной задачей рейдов является не оштрафовать антимасочников в транспорте, а провести профилактическую беседу о эпидемиологической безопасности. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания также действует в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях и зданиях, где работают мировые судьи. Масочный режим — это все-таки не только собственная безопасность, но и безопасность окружающих. Поэтому при посадке в автобус не забывайте надевать маску. Продолжение следует...